В Уфе появится приложение, в котором каждый житель столицы Башкирии сможет поучаствовать в планировании городских территорий. Будущее рядом. В Уфу приехал автомобиль без водителя. И забытые имена. В столице республики рассказали о солдатах из Башкирии, которых отправляли в нацистские лагеря смерти. Эта машина схожа со многими другими. Здесь есть руль, педали, приборная панель. На самом деле это беспилотный автомобиль. Он может самостоятельно передвигаться по заданному маршруту. Сейчас мы едем по закрытой площадке, но этот транспорт тестируется по дорогам общего пользования. Чудо-машина стартовала из Санкт-Петербурга, затем через Москву, Нижний Новгород, Казань и Самару добралась до Уфы. Потом ее ждут в Челябинске, Екатеринбурге и Перми. Это второе продолжительное путешествие беспилотника по России. До этого дрон на колесах преодолел 2500 километров. Цель этой поездки – это сбор данных для последующего анализа, тестирование наших наработок, технологий. Беспилотный автомобиль, по идее, должен значительно повысить уровень безопасности на дорогах. Он никогда не будет нарушать правила дорожного движения. Он не устает, не отвлекает. Были проведены исследования, по которым порядка 60-70% аварий происходят из-за того, что за 3 секунды до ДТП водитель отвлекся. Беспилотник создали на базе чешской иномарки. Автомобиль оснастили высокими технологиями. Заменили штатный аккумулятор на два гелиевых. На крыше по периметру машины установили различные датчики и приборы. Используются камеры для детектирования объектов, то есть люди-машины, для сигналов светофора, для дорожных знаков и для разметки, для детектирования разметки. И, кроме того, наверху еще можно обратить вот такой белый купол. Под ним находится высокоточный GPS-глонас-приемник. У него точность позиционирования сантиметровая, там 1-2 сантиметра. Машина может сама ехать по своей полосе, определять расстояние до объектов, экстренно тормозить и парковаться. Она отвечает третьему уровню автономности. Это значит, что в сложных дорожных или погодных условиях водитель берет на себя управление. На четвертом уровне это необязательно. То есть водитель может этого не делать, тогда автомобиль просто приведет себя в безопасное состояние. Но, как правило, это остановится. А пятый же уровень – это вот тот самый случай, когда, в общем-то, может не быть руля в машине. Разработчики говорят, система, которая оснащена машиной, сможет распознавать животных небольших размеров и не допустить наезда. Но пока высокие технологии бессильны перед состоянием российских дорог. Самостоятельно объехать яму беспилотник не может. Мы считаем, что этого, в общем-то, не должно быть. То есть мы сначала концентрируемся на тех условиях, которые являются нормальными в дорожном движении. Ямами займемся чуть попозже. Надеюсь, что не только мы ими будем заниматься. Создатели «Чудо-машины» уверены, что беспилотники уже готовы к применению. Например, их можно использовать для грузоперевозок внутри промышленного предприятия. Это экономически целесообразно, это повышает, опять же, уровень безопасности. И надеюсь, что когда-то в скором времени это придет и в сферу обычного личного транспорта, потому что это удобно, это комфортно. По оценке экспертов, во всем мире сходятся к 2025 году, когда технология будет готова, когда появятся коммерческие образцы этой технологии, то есть беспилотные автомобили. Сейчас разработчики проводят летние испытания на просторах страны. Затем они будут готовиться к финалу зимнего города. Это российский конкурс для беспилотных автомобилей в экстремальных погодных условиях. «Нужно было выполнить ряд заданий. Мы выполнили семь из восьми заданий, такие как движение в пробке, то есть была имитация пробочного движения, был поворот со второстепенной на главную, в котором участвовали также машины и имитаторы. Нужно было проехать пешеходный переход, остановиться перед пешеходами, повернуть на зеленый сигнал светофора, припарковаться». Финал конкурса состоится в декабре этого года. В нем примут участие пять команд-разработчиков. Беспилотникам предстоит преодолеть за три часа 50 километров по заснеженной трассе в автономном режиме. Рустам Нурейшев, Роман Нагуманов, городской телеканал ЮТВ. Получается форма, в которой видят архитекторы, как это происходит, а это более упрощенная форма, но примерно те же процессы для самих горожан. В середине июня уфимец Тимур Ромазанов вернулся в столицу Башкирии с молодежного образовательного фестиваля «Таврида». Тимур представил на фестивале проект интерактивной системы соучаствующего проектирования и выиграл грант в 802 тысячи рублей. Талантливый архитектор вместе с урбанистом Расулем Рангуловым планирует создать мобильное приложение, где жители смогут вносить предложения по изменению облика города. На единой онлайн-площадке ребята будут продвигать инициативы горожан, проводить опросы и голосования и предлагать градостроительные решения. Здесь представлены алгоритмы работы будущего приложения, допустим, он расписан по временным параметрам. Пользователи выбирают на карте объекты из готового каталога, либо же предлагают какие-то свои идеи. Они могут создать инициативу, если проект еще не существует, указать проблему, допустим, на их улице что-то их не устраивает. Все это отражается в алгоритме, и мы можем сразу же подключать к нему какое-то решение. Грантовые деньги пойдут на разработку софта, приложение, оплату работы программистов и создание веб-сайта. Однако без поддержки горожан и властей система будет бесполезной. Очень важно пиар-продвижение, чтобы жители не поленились, участвовали действительно в процессах благоустройства, скачивали это приложение и активно предлагали свои идеи и нужды городу. На самом деле без поддержки мы не справимся сами. Конечно, необходимо, чтобы этот проект не жил сам по себе, а чтобы это было в тесном взаимодействии с представителями правительства, с представителями, если говорить о городе Уфа, то муниципалитет, потому что без администрации, без архитекторов нам не реализовать этот проект. Мы бы хотели поддержки. Тимур и Расуль отмечают низкое качество городской среды в Уфе и ее неравномерное архитектурное развитие. Приложение поможет выявить главные проблемы на местах. У нас существует какой-то уже набор общественных пространств, но мне кажется, их нужно в дальнейшем развивать. Они у нас в основном сконцентрированы в центре, и, допустим, качество среды на периферийных районах резко контрастирует с тем, что мы видим в центре. И вот как-то можно было это исправить подобными инициативами. Да, хотелось бы, чтобы создавались новые общественные пространства, которые касались бы все возраста, чтобы каждый человек мог себя очень комфортно чувствовать и проводить какое-то свое время. И еще вот у нас, конечно, в Уфе нет своей пешеходной зоны, да, как вот, например, в других рядах городов, как Арбат. Плюс хочу добавить, например, что очень много ярких, ненужных, различных вывесок рекламных, которые портят облик города. Вот и дизайн-код, да, разрабатывать для этого. О сроках запуска приложения разработчики не говорят, но внести свою лепту в создание нового облика города можно уже сейчас, не дожидаясь внешнего стимула. Неравнодушие нескольких поможет создать приложение, но неравнодушие всех поддержать и развить идею комфортной и красивой Уфы. Я бы очень хотел, чтобы каждый житель был неравнодушен своему городу, начиная от своего дома, улицы, парка, города, республики, чтобы не ждал он никого и сам предлагал идеи, и сам пытался реализовывать. Чтобы вот только тогда мы вместе можем что-то сделать и улучшить, сделать действительно комфортным наш город, нашу среду. Элиза Кадырова, Никита Бычков, Сергей Ямаев, городской телеканал ЮТВ. Буквально только что Госдума перенесла обязательное использование онлайн-касс на 2021 год. На одном из федеральных каналов прозвучала информация о том, что обязательная установка онлайн-касс для предпринимателей откладывается на два года. Радостные представители ИП расслабились, только вот закон изменили далеко не для всех. Последние поправки говорят о том, что онлайн-кассы не нужно устанавливать частникам, у которых нет наемных работников, и они реализуют продукцию собственного производства, выполняют какие-либо работы или оказывают услуги. Для примера берем, значит, прихмахер, то есть нет наемных работников, одно рабочее место, стрижет только сама. То есть здесь закон дал отсрочку до 1 июля 2021 года. Все остальные, соответственно, должны будут применять контрольную кассовую технику. А вот тем индивидуальным предпринимателям, которые имеют наемных работников или торгуют товарами не собственного производства, необходимо обзавестись онлайн-кассой до 1 июля 2019 года. Тем, кто выполнит условия закона, полагается компенсация до 18 тысяч рублей. Остальных ждут штрафы. Если контрольную кассовую технику установленный срок не будет зарегистрировано и применяться, административный кодекс у нас предусматривает штрафные санкции от суммы покупки, но не менее 10 тысяч рублей на индивидуальных предпринимателей и 30 тысяч на юридическое лицо и 10 тысяч на должностное, то есть 40 тысяч на юридическое лицо. Онлайн-кассы – это современные компьютизированные кассовые аппараты, которые позволяют сделать бизнес прозрачным. А для потребителей это гарантия безопасной покупки. Каждый чек можно проверить по QR-коду. Данные всех операций автоматически уходят в налоговую. Представители службы отмечают, что предприниматели, которые уже используют онлайн-кассы, к новшеству относятся положительно. Индивидуальный предприниматель теперь дистанционно может вести свой бизнес. Касса очень умная. Она ему выдает статистику в разрезе, поминутно там, то есть он сидя дома может оприходовать товар, то есть видеть, что у него творится на торговой точке, какая динамика продаж и так далее. То есть очень удобно. Те, которые индивидуальные предприниматели перешли, по первым этапам они тоже пугались. Но, как показала практика, очень хорошее подспорье в бизнесе. Напомню, что программу по установке онлайн-касс начали еще в 2016 году в три этапа. Сначала перешли все, кто пользовался старой контрольно-кассовой техникой. На втором этапе переходили индивидуальные предприниматели, имеющие наемных работников и все юридические лица. И сейчас третий этап, насколько он пройдет успешно, станет известно в июле, когда налоговые органы начнут проводить рейды. Анастасия Ходик, Роман Нагуманов, Градской телеканал ЮТВ. Шесть цифр, за которыми история человека. Карим Нажмединов начал войну в августе 1941 года. Спустя три месяца он попал в плен около Вязьмы. Дальше лагеря для военнопленных. Последним из них стал Цайтхайн. В переводе с немецкого «Веселое время». Там содержались люди уже, которые находились в присмерти, истощенные, больные, очень, так сказать, заразными и неизлечимыми болезнями, как туберкулез, поливрит. Практически не занимались никакими, так сказать, работами. Об истории Карима Нажмединова еще нескольких десятках военнопленных из Башкирии можно узнать на выставке «Забытые имена». Она открылась в Национальном музее Башкирии. По этическим соображениям кураторы экспозиции замазали лица солдат на персональных карточках. Этот документ нацисты выдавали каждому военнопленному. Зачастую имена советских солдат писали неверно. Вот Кирам, например, да, а по советским такой вот Карим, получается, по месту, где он жил, то есть где жил его родственник, указанной немецкой карточкой, ему удалось найти документы, то есть тех, кто пропал без вести, вот именно в этом населенном пункте. Среди них был с похожим именем, источным совпадением имени родственника Нажмединов. На территории лагеря похоронено больше 30 тысяч человек. В начале войны на могиле каждого военнопленного устанавливали табличку с именем и годами жизни. Потом всех умерших стали хоронить в общих могилах. Из Сайдхайта, как и из других концлагерей, пленные пытались бежать. Когда нацисты их ловили, жестоко наказывали. Журавлев, защитник Брестской крепости, здесь его вспоминали, вспоминает, что за одной из попыток бегства, то есть его поймали в Польше, поляк его местность сдал, и, соответственно, он был подвешен за левую ногу вверх головой, низ головой, соответственно, и провисел там несколько дней. Через концлагеря Третьего рейха прошло 18 миллионов человек. Вернулись домой только семь. В память о погибших красноармейцах из Башкирии выставку «Забытые имена» планируют сделать передвижной. Она посетит все районы республики. Андрей Шарыгин, Никита Бычков, городской телеканал ЮТВ. Мэр Уфы остался недоволен работой общественного транспорта в День города. 12 июня на фестивале искусств «Сердце Евразии» за Конгресс-холлом собралось 70 тысяч уфимцев. Концерт закончился после полуночи, но обещанного общественного транспорта от города люди так и не получили. Почему первый день срыв получился, 12-го? Тоже вот мне пишут люди. Кого наказали за это дело Башкирия Татранс? Кого наказал? Какого богат? Директоры, главные инженеры, начальника по перевозкам или кого? Кого наказали за это? По «Сердце Евразии» проблем не было. Остальное время было там, остальные дни было организовано. А вот 12-го День города сорвали. Судя по социальным сетям уфимцев, транспортники сорвали не только День города, но и финал фестиваля. На записи, опубликованной несколько дней назад, можно увидеть толпу людей на остановке. Как поясняет автор ролика, все ждут автобус до Черниковки. Блогер Илья Варламов похвалил Башкирию. Повод – введение нового закона о штрафах за парковку на газонах. «Просто душа поет. Наконец-то у меня появился хороший повод похвалить Уфу. Другим нашим городам пора брать с нее пример», – написал он в своем блоге. С начала действия закона в республике выявили более 19 тысяч случаев нарушения. Большую часть зафиксировали в столице. За парковку или проезд транспортных средств по газонам и клумбам предусматривается штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова